материться потом проматерился спокойно заснул как будто я кого-то отгоняю во сне постоянно снится как бы одно и то же и он пытается меня в чем-то соблазнить а я его матами это вообще последнее дело чисто безбожное дело это ему это и надо то есть видишь как сегодня мы провожили во сне во сне ночью прошу тебя бить не ты там что-то но мы об этом еще час это обсуждать это у тебя бы ну на втором на втором на втором поэтому я вздрогнул думал что же случилось а мне говорят во сне второй раз во сне очень крепко тебе во сне это внутренняя знаешь старайся сдержанность сдержанность рядом с любым захочется наяву наяву из наяву во сне тебе переходит действие если ты наяву что-то можешь вот это сделать то во сне тебе подтолкнет обязательно и ты не сдержишься господи помилуй как только появится господи помилуй господи помилуй отради господи помилуй многие многие дают направление в этом ну что у кого просить помощи в общем в бодрствуем бодрственном состоянии храни себя от матов даже в мыслях как игорь дыбунов хорошо видишь у тебя друзья ты еще считаешь всяких куча неверующих там переписываешься и еще с кем-то там в общем дело то все ты пока с ними будешь общаться они тебя ломать будут просто обратно здесь я только жена вообще вот кто писал я им сразу не пиши все никто не звонить не пиши не звоните так не надо говорить ты должен вообще их забыл если к внутренней либо ты был греха напишем тогда свое благовестие даже не сами отойдут просто они тебе что-то говорят а ты продолжай с ними видом и гоню такого что вы их как игнатики звонить и пригласили святое писание почитать ему нельзя делать это ему нельзя это надо более твердым до которые могут а те и острова до счета дт пошел пошел поехали все закрутит наверх это надо более крепки это нас это не одобряется на потери здесь это не одобряется здесь так от разговора отходить и женой постоянно разговаривать ты потому что так с ним лишь не больно она где-то там ты никогда не увидишь и выиграть и увидишь ты и все вот брат допустим вообще жена у него в украине там где-то вы можно понять он и никогда не видит вообще а тут ты постоянно зачем жене докладывать там все постоянно не надо это завязано отходит волк может не пропадает и всегда стараясь и держаться здесь с братьями а самим александр это я у нас а задачи потому что там сейчас лишь лишь не поспела да они начинают что-то заморозит потом своим соку сделаете по делу как бы надо с богом до свидания сейчас именно ты принял крещение авансом господь простил тебе но у тебя не навыка никакого тебя навык грешить только навык ты ты бог навыки не изменяет он тебе навык это вот уже отработанные привычки и вот с этой привычки придется очень сильно побороться это конкретно войну и объявить совесть теперь у тебя чисто допустим до этого ты какой смысл да тебе объявлять войну ну как бы понятно дело да ты грешный погиб ну смысла никакого нет тебе же все ты как бы ты не а тут ты чистый тебя полный есть смысл объявлять войну и полную броня то есть и все что тебе сатана не скажут да там мыслить и не придет все ложь 100 процентов на тебя наклеить все что наклевечь потому что все смыто и кровью христа ну надо же вы верить в эту кровь христа это значит надо постоянно на память ее принимать надо конкретно ей бить врага мысленного крест крестом мысленный враг будет всегда тебя смущать а то что он знал что силу то у него есть у тебя есть сила бороться с грехом крещение ты ее получил ну один из примеров один из примеров мы же были когда на костре ты же помнишь песню доманов пела свою песню суть 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 да 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 я верю что я верю что ты помнишь ты суть этой выражение 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 внутреннего состояния ты понял это ты понял суть я тебе еще раз скажу может быть может быть не то братья меня поправит если что суть в том что они были друзьями они были друзьями господь нашел этого человека он искал он принял и теперь один не передай пожалуйста и теперь он говорит я нашел христа он спасет спас меня он спасет тебя до утра сидят они год я нашел после этого утра он что сказал мы разошлись на разные стороны надо научиться уметь сказать нет не учиться сказать или сказать да у бога что да то да то нету нет остановишься тогда когда с друзьями трудно расстаться ну ну все таки там это ну как то вот это вот не получится ну никак никак не получится или до твердо видят или не отойдут от тебя или наоборот заинтересуется скажет расскажи мне о христе больно уж хорошо от этого жизнь твоя стала со стороны другой стороны нет будут смеяться и смеяться учись твердо стоять твердо стоять вере научись это я себе говорю сейчас и с тобой спаси христа игнатью тихонычу подойди отдельно скажи скажи на тихоныч братья говорят что я ночью матерюсь когда сплю скажи что делать что это означает и что делать спроси потому что здесь стены эти они мата не слышали ни один комар его не слышал никогда господь из-за этого хранит это место что здесь никакого нет нечесть а вот сейчас слышит каждую ночь надо узнать выгнать он очень опытный в этом деле и это наверное не было такое бывало надо узнать что это значит как от этого избавиться тут видите потерявка тут все проявляется человек ничего скрыть не может вообще-то она и поздно она все проявится внутри вылазь да как ни крути и все так все на это построено поэтому все эти правила особенно жесткие потому что все сразу человек проявляется какой он есть на самом деле только мы поехали мотали току уже в поезд сели уже демон проявился сразу сестры все говорят мы не знали что там такое с ней творится никто не знал демон сразу признай не могу не хочу пока еще да я виновен не знаю исповедь дал господь нам исповедь искренне а вот уже исповедь в субботу да исповедь и исповедь господь дал это прямая дорога это ключ к исцелению если будешь вовнутри себя сметану взбивать получится маслица но куда она пойдет кто его знает искренне признать да не справляюсь не хочу пришел на исповедь искренне мне как нравится вот здесь исповедь какими простыми словами доходит прям просто ну по простому говорит не бойтесь не бойтесь на проявлять и говорить не бойтесь вы пред богом священник я это тот который который через священника священник не отпускает грехи вы пред богом как это ложится на сердце какой страх уходит какой ложный стыд уходит открываешься а если что-то спрячешь хе-хе-хе илом как затягивает этот один пласт другой пласт а он там внизу находится раз вот он и во сне тебе толканет снимай это пласты словом божьим снимайте пласты сам внутри себя смотри изучай смотри что-то не то у меня что-то не то исповедь причастие сейчас допустили до причастия вот субботу будет исповедь ты еще здесь будешь билеты еще не купли а деньги есть деньги то есть только наличик на этом он жены хорошо она там купит но купит билетов то нет ну а ну у тебя кемерово да кемерово да можно продвигать сегодня надо этот вопрос уже решить с билетами чтоб тебя будет не только до барнаула добраться там ты на черном красный на поезде на поезде наш билет как ты в барнауле сразу придешь купишь что-ли можно добраться и автобус нет я из барнаула говорю там же дальше на поезде автобус автобус до кемерово там уже там уже это там они часто там я еще пока не думаю нет нет но не должен думать от билет заранее все это купить туда не знаю какого числа я отсюда поеду там уже база там на работе какого надо выйти 22 июля или августа июля 22 июля на июля вот смотри прикидываю время дорогу и прочее прочее чтобы не то что приты ну день 19 или 20 20 20 21 вообще не тараплюсь не надо чтобы все закрепилось а то так можно их и сейчас уехать и ничего вообще не отложится и закрепляться будет всю жизнь здесь создается фундамент ну я не хочу сказать может неправильно выразился здесь здесь место не школа выживания а школа жизни не школа выживания школа 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 жизни идет всю жизнь идешь мне просыпаться нравится рано стою вообще легко только услышал все устал спокойно и сон не рубит спокойно а кому-то не нравится отношусь к этому кому-то не нравится только бывает когда вот на молитв или когда долго стоим вот так вот начинает раскачивать и так сам себя пробуждаешь все придешь в себя потом опять начинает борешься с этим а работать начинаешь что-то делать ходить все сразу бодряк начинает бегать только только застыл все и начинаешь пойти прилечь с нами еще не выходил на работу нет как не выходил не выходил он еще не работаешь на субботу они восьмого приехали мы как раз это когда сразу приехали да 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 это правильно ну тебе грозят вообще-то так что поработаю еще две недели он точно поработает еще может после сегодняшнего скажет поеду я завтра да нет для меня это физически труд это он мне никогда не был как говорится как правильно сказать в немоготу не было такого если я работаю то я работаю сапоги есть да конкретно и когда работаешь нужно не только за собой смотреть нужно смотреть еще ну с братья с партнером с каким-то работающим ему еще помочь надо да вот мы с тобой когда траву несли на этом ты вообще обо мне не думал то есть ты в сапогах был и идет прямо меня в это самое в воду прямо ведет туда а я не могу он идет там красиво потому что я опущу все высыпется я там порвал эти тапки по этой лужи куда-то повел должен контролировать если ты один один а с кем-то неважно там может быть там будем работать смотреть чтобы и ближнему тоже можно я скажу это формула это формула брат может подсказать вот скажи во время когда мы пилили дрова и носили с тобой вдвоем что у нас было с тобой ну забыл ладно не буду это самое время терять я иду впереди Сергей сзади иду впереди я иду впереди и что-то случается со мной ну где-то или спотыкнулся или что-то задний задний прет да все я могу упасть я ему говорю послушай два летчика в бою один ведущий другой ведомый ведомый смотрит за ведущим и смотрит по сторонам что-то случилось у ведущего ведомый тут же на подхвате приостановился приостановился дал газку дал газку ведомый и ведущий завтра будет этот ведущий этот ведомый понимаешь то есть ты уже не один ты не один одно целое все одно целое одно муж и жена партнеры жена партнеры иностранщины пошло дело муж допустим ведущий жена ведомый какая красота как Игнатий Тихонович говорит а если жена ведущая тут 0,1 получается 0,1 так мужчина один а жена 0 так десятка а так 0,1 вы понимаете как в жизни как в жизни это все если вот так вот посмотреть и не отбросить можно увидеть и все это по писанию это в жизни все променяется вот какая интересная штука жизнь всю жизнь будем учиться слава богу нашему отцу и сыну и святому духу ныне пресно и во веки веков аминь надо будет за брата помолиться вместе да попросить бога ну ему надо еще согнать их да сейчас какая разница если мы затронули эти темы снимай попробуй снимай а вопрос не может быть раньше того что объявление так вопрос первый кто сегодня уезжает поднимите руки и не опускайте я посмотрю так двое во сколько 49 минут 11 уходит авто ой во сколько 22.40 22.49 куда вас отправить на разъезд надо с разъезда ну тут я не знаю как во сколько успеете так еще кто уже уехал кто-то сегодня да уехали двое с Казахстана уехали и семья на поезде давай семью я их отправил отправил и константин еще с семьей так это все что осталось у нас в остатке да мы сегодня начинаем заканчивать кто там делал который говорил что неправильно сделали придется раскопать раскопать надо будет ничего не сделать ну бывает в жизни перестраивается атомная и то взрывается так 4 тележки берем и сегодня много придется возить глину мы не знаем какая погода будет поэтому возьмите с собой какие рубашка сверху костюмчик или что-то чтобы не каждая капля пробивала бывает чуть-чуть моросит а уже на тебе это будет так слушаю говори Игнать Тихонович братья говорят что во сне я это во сне у меня мат вылетает когда сплю во сне мат вылетает каждую ночь каждый день скажи третий день сегодня после крещения еще ты предлагаешь делать вот я просто как это решить этот вопрос человек храпит с ним нельзя рядом спать что делают разные варианты кроме того бильярдные шары под спину ложить сам придумай что тебе сделать а как они тебе слова мне 83 года я ни одного мату еще не сказал это настолько богопротивно даже самоубийца Маяковский Владимир Владимирович говорил пусть с фронта борьбы поступают сводки что вышли победителями из боя злого не выпито ни единого стакана водки не сказано ни единого бранного слова Антон Павлович Чехов скверное слово это низость и убожество души начни об этом бывают старые сны тебя будут еще мучить еще обниматься будешь славаться но это Господь поможет ты уже в новом статусе так кто у тебя здесь близкий которые тебя знают все близкие ну все но бывает более близкие Иисус всех любил но ученик которого любил у Христа и то было выборочно почему он и поэтому на ответ что Петр все раз я плохой был а ученик у груди был которого запятая любил Иисус не означает что других не любил кто у вас более близкий только отдуша еще не объединил Серёж у тебя вылетает нет готовый человек желательно приближенная так у тебя вылетает нет а что такое абордаж это когда корабль когда корабль берут корабль другого тянет и так еще одного надо найти на абордаж кто желает с ним потрудиться демон старается навеять на него сейчас уныние понятно ему хорошо что сказал еще один нужен кто может брат сестры расположитесь к брату помогите чтобы все время на молитве говорили чтобы демон этот близко не приближался это слова демонические ну на абордаж тянуть это судно которое дьявол пытается потопить ну пусть посторож возьмет еще я вас как за язык тянуто мне вчера нацепляли сколько я уже подписываю я смотрю все я поручитель поручитель вы что делаете они не понимают что значит взять на абордаж это означает день и ночь помнить о нем как на молитве так о нем вспомнить его атакует дьявол он показывает самое грехи он на него не говорит а во сне вот один пишет мне я опять сблудил во сне то и другое случилось это не в один день делается Аждель Швейса был лауреат Нобельской премии он работал в других прокаженных в других странах и спросили какой графа какой я родной язык все напишут ну русский он не знает какой язык написать мать француженка отец немец он одинаково владеет тем и другим ему один вопрос во сне на каком языке разговариваешь на французском вот это твой родной язык вот мать это твое родное язык то распустил не думал что как и что по зубам не получал мать это не связано со скверной он говорит да пошел ты нафиг но еще особенно фиговый листок которым подпоялся он показывает на другое фиг и надо вовникнуть в эти предложения какие если господь напомнит как звать тебя Авраам понятно у нас Авраам впервые такой Исаак у нас есть И Иаков есть Авраама не хватало он Бог дал сейчас уже по интернету наше крещение разносится как батюшка расположен батюшка понравился вам? да ну вот так господь взял итак мы обедаем тележки берете сегодня на тележках больные есть среди нас кто готов взял землю возить на тачке понявите руки так раз два нет что к тебе те чuments не хватает вопрос о готовности быть так этого тоже не верну вот по порядку вот этого я не отдам он со мной все время острить свай вот другой Александр борцов он уже не первый год вот из этого узла возьмем Вы как-то устанете, далеко возить. Сразу лопатами выровнять дорогу возить по глине. Глина весной прорвала, и там у нас она вымела просто все. Это бульдозер должен быть, но мы четверо, четыре тележки. Попеременно не давая им стоять, а там будет двое нагружать. У нас получится за стол. Так, вопросов нет больше? Абрамов, человек, превратающий правильные слова, всю жизнь свою не научится. Абрамов, человек, привыкающий к бранным словам, всю жизнь свою не научится. Жизнь не отучится. Благодарим Бога. Господи, помоги обраду и избавиться от этой скелетности. Господи, изгони от этого злого духа, наступающего на него. Прими наши молитвы, езжайся над этой душой. Забудь благословен наш труд полезным и безопасным. Хвала Тебя, отец и святой дух. Аминь. Аминь. Братья, которые из Казахстана от тех летим, снабдили на дорогу? Да, они сказали только им. Я не буду вам говорить, в целом, знаете, хлеб, вода. А дальше вместо воды еще добавить банки дополнительно там. Здесь снова идем все. Ну и с собой что-то там, пряники, что у нас есть. Завтра молочим. Повозь, тогда будет. Продолжение следует... Продолжение следует...